Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, Таня снимает меня на камеру, здесь с нами еще Варвара. Сегодня у нас будет обзор сухпайка из Украины. Это настоящий боевой сухпайок, усиленный, короче, его выдают, вот, я так понимаю, что это самая последняя версия, и такой сухпайок сейчас выдают бойцам украинской армии. Спасибо нашему товарищу Александру, что он нам заслал такой сухпай на пробу. Нам будет действительно интересно попробовать. Здесь 2492 килокалории, просто жесть, это суточный паек, причем с дополнительным запасом калорий, как мне кажется, ну, 2492, почти 2500 калорий, это просто бешеная калорийность. Давайте вскрывать, плотная такая пластиковая упаковка, я проверю, нет ли здесь зиплока, нет, это просто такой сплошной пакет из очень твердого прочного пластика. И внутри у нас еще несколько тоже таких пластиковых пакетов. Странно, это, наверное, просто несколько таких приемов пищи, которые поделены на порции. И, наверное, боец сам может решать, когда ему что употреблять. Но такой формат мне нравится, это интересно. Ради одного из этих мешков здесь я, да? Да, ради одного из мешков Таня, потому что я не очень люблю гречку, мне уже там писали в комментариях, зачем ты тогда пробуешь какие-то блюда с гречкой, раз ты ее не любишь, ставишь ей низкие оценки всегда. Получается у нас три пакета и пакет с беспламенными нагревателями. Давайте сегодня мы, наверное, откроем один, потому что 2500 калорий за раз мы точно не съедим даже вдвоем. Открываем пакет с гречкой, потому что Таня у нас любительница гречки. Так, внутри пакета мы видим такую вот упаковку гречки. Гречка в мягкой упаковке, как консервы, знаете, делают в мягких упаковках так и здесь. Ну, по весу нормальная такая полноценная порция. Так, это будет у нас каша гречневая с говядиной. Также в этом пакете у нас лежит курага. Такая вот разовая порция на один раз бойцу поесть удобно, что не один большой какой-то мешок с курагой, где вам нужно чуть-чуть отъесть, потом этот мешок открытый с собой утаскать. Галеты. Галеты называются рацион. Здесь четыре галетины, тоже на один прием пищи. В общем, я так понимаю, что один пакет, один прием пищи. Получается в сухпайке три приема пищи. Шоколадка. Так, это у нас шоколад черный доминик. Ну и дальше осталась мелочевка. Это у нас кофе. Кофе натуральный, порошкоподыбно. Видимо, это просто натуральный растворимый кофе. Точнее, не растворимый, а тот, который заваривается. Короче, что еще есть? Цукор, сахар. Достаточно большой, внушительный пакет. Я бы сказал, здесь, ну, наверное, три ложки чайной сахара. Малюсенький пакетик с солью. Жувальна, гумка. Интересно, что добавили в сухпайок жевательную резинку. Без сахара, со смаком мяты. За смаком мяты. Короче, без сахара, со вкусом мяты. И антисептическая салфетка. Это, видимо, для того, чтобы протереть руки. Одноразовая пластиковая ложка. Самая простая, самая примитивная. Достаточно хлипкая. И всего лишь одна салфетка. Мне кажется, что салфеток можно было положить побольше. Разогревать мы все это дело будем в беспламенном нагревателе. Интересно, что здесь всего один пакет на раз, два, три, четыре беспламенных нагревателя. То есть пакет мы не выкидываем после того, как мы разогреем в нем еду. Он нам понадобится, чтобы разогреть остальные блюда. Собственно, здесь подробная инструкция. Я думаю, я справлюсь. Я с беспламенными нагревателями уже имел дело. Сюда просто заливается 100 миллилитров воды. Закидывается туда вот эта вот пачка с едой. Закрывается. Здесь обычно есть такой скотч. Закрывается, заворачивается. И через 10 минут, благодаря химической реакции вот в этом пакете, у нас получается прям-таки горячая, раскаленная еда. И мы можем есть горячую пищу. Давайте сейчас мы это и сделаем. Пока у нас разогревается гречка, я попробую кофе. Да, это действительно очень-очень мелко помолотый кофе. Я бы сказал, что его достаточно мало. Здесь, наверное, полторы чайные ложки. Удивительно, но в этой порции чая нет. Исключительно кофе должен пить боец. Завариваем кофе. Я буду лить совсем чуть-чуть, потому что, ну, как бы и кофе здесь совсем чуть-чуть. Ну, кофе так себе. Я бы поставил ему, не знаю, из 5 баллов, ну, 2, наверное. Я, как любитель кофе, не оценил. К тому же его чрезвычайно мало. Но могло быть хуже. Могли положить какое-то Нескафе растворимое. Тогда было бы вообще ужасно. Это хотя бы натуральное, это уже радует. Тем временем у нас уже гречка совсем разогрелась. Я бы даже сказал, раскалилась. Вот этот пакет надо теперь просушить как-то, видимо, подразумевается. Потому что он один на все вот эти беспламенные разогреватели. Ну, наверное, нормальное решение, чтобы не создавать какого-то лишнего мусора. Я хоть и небольшой любитель гречки, но зато сейчас я чрезвычайно голодный. Выглядит по-домашнему, я бы сказал. Сейчас я вам покажу. Но сначала хочу попробовать. Знаете что? Хоть я и небольшой любитель гречки. Но я вам скажу, что это вкусно. Гречка в соусе таком, как из-под тушеночки. Из-под хорошей тушеночки. Мясо прям здоровенными кусками я не вижу. Но небольшие кусочки говядины имеются. Есть можно. Мне даже понравилось. Я этой гречке ставлю из 5 баллов. Ну, 4 точно. Может быть даже. Ну, поскольку я ненавижу гречку, я в жизни ее не ем. А вот это меня прям даже впечатлило. Я поставлю ее 4,5 балла. Какие ваши оценки, уважаемый гречневый эксперт? Немного солоновато. Но мне кажется, что во всех суппайках немного солоновато. Возможно. Но вкусно, как в походе. Сколько ты ставишь из 5 баллов? Ну, я люблю гречку. Я гречки даже сырой ставлю 5 баллов. Ясно. То есть гречка получает достаточно высокий балл. От меня 4,5, от Тани 5. Я тем временем попробую галеты. Галет 4 штуки. Называются они рацион. Вкусные галеты. Хотя самые вкусные галеты из сухпайков я ел. Мы вместе с Таней ели. В литовском сухпайке они были еще с тмином. Они были вообще как такие обалденные печеньки. Но эти тоже ничего сносные. Радует, что это твердые галеты. Иногда они бывают, знаете, такие мягкие. И тогда не очень вкусно. 50 граммов. Ну, на один раз, на одну порцию. Пробуем курагу. Тоже такая одноразовая порция на один раз. Курага выглядит презентабельно. Не какая-нибудь серая, знаете. С какими-то пятнами бывает, как когда курага полежит. Хорошая. Не слишком мягкая, не слишком твердая. Просто хорошая курага. Пробуем шоколад. Черный шоколад, который называется Доминик. 4 кусочка шоколада. Я думал, что он будет более твердый. Еще у него есть привкус. Привкус кокоса. Интересно, что это за жвачка. Очень мятная жвачка. Не знаю, нечего больше сказать. Не самая вкусная, не самая противная, которую я жевал. Нормальная жвачка. Все, из этого приема пищи у нас осталась только соль. Хотя гречка была и так чрезвычайно соленая. И влажная антисептическая салфетка. Ее мы, наверное, не будем открывать. Навряд ли там что-то сверхъестественное. Продолжаем пробовать украинский сухпайок. У меня осталось еще два приема пищи. Два таких вот пакета. Давайте начнем с этого. Он какой-то более увесистый. Здесь 1,35 кг весит этот пакет. Интересно, что они не пишут на пакете калорийность. Нет, калорийности нет. Давайте будем открывать и посмотрим, что внутри. А внутри у нас такая же пластмассовая ложка и одна салфетка. Видимо, это такой классический у них набор. Блин, одной салфетки, мне кажется, маловато. Хотя бы 2-3 положили бы. Так, блюда. Какие у нас здесь блюда? Суп гороховый на мясном бульоне с мясом. С мясом свинины. Короче, суп гороховый со свининой. На мясном бульоне. Ну, такая тоже приличная порция. Мне нравятся вот эти упаковки. Вообще, я люблю подобные мягкие консервы. Здесь у нас квасоля с овощами, томясом куркию. То есть, фасоль с овощами и курицей. Звучит неплохо. Я голодный опять сегодня, как собака. Слушайте, вот этот вот паек, он гораздо больше того предыдущего. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, гречка должна была идти на завтрак. Это, наверное, какой-нибудь, может быть, даже... Ну, обед, наверное. Нет. И раз суп, наверное, обед. Тогда вот это, получается, будет ужин. Да, здесь каша перловая с мясом. Вот это похоже на ужин. То есть, получается, на три приема пищи. Единственное, что здесь нигде не подписано, что, типа, это завтрак, обед и ужин. Ну, то есть, боец, наверное, сам может выбирать, когда он что съест. Я не знаю, как это работает. Так, здесь у нас также есть галеты. Такие же галеты, рацион. И хлеб. Удивительно. Кроме галет, у нас есть хлеб. Это черные сухари, ржаные. Три штуки. Три кусочка хлеба. Ну, к супу это то, что нужно. А сладкое что у нас? Ничего на сладенькое не положили? А нет, вот яблочный джем. Яблочный джем к галетам, к сухарям. Мне кажется, это вообще то, что нужно. И здесь у нас есть чай. Чай. Я такой никогда не пробовал. Ну, думаю, обычный черный чай. Сахар. Перец. Кстати, в прошлом пакете не было перца. Видимо, гречку перчить не положено. Только солить. Соль была. Ну, соль здесь тоже есть. И жевательная резинка. Жевательная резинка. Мне это нравится. Мне это нравится. Жевательная резинка всегда после приема пищи освежает. Ну, и салфетка антисептичная. Сейчас я опять разогрею все это дело беспламенным нагревателем. И будем с вами пробовать. Не знаю, может я сильно придираюсь, но мне не очень нравится формат таких пакетов. Потому что они длинные. И видите, ложка. Она физически не может достать до дна этого пакета. Вам придется туда рукой полностью залезать. Ну, пачкать руки. Или обрезать этот пакет. Но было бы прикольно, если бы пакет открывался не сверху вот так, а сбоку, горизонтально. Тогда можно было бы есть как из тарелки. Такая простая фишка, но мне кажется, она бы принесла чуть больше комфорта. Ну, или как минимум сделать вот такие же насечки где-нибудь на середине пакета. Чтобы если вы там доели до середины, вы бы могли оторвать часть пакета. И уже как бы доставать до дна ложкой. Начнем с фасоли. Фасоль с курицей. Я люблю фасоль. С курицей довольно редкое сочетание. Обычно фасоль там со свининой, с говядиной. Ну, с курицей, я думаю, тоже неплохо. Вот так все это выглядит. Фасоль, куски курицы, какая-то морковка. И много соуса. Это вкусно. Ребят, смотрите. Это кусок курицы. То есть, не как в гречке, где у нас была мелко порубленная говядина. Здесь прям вот большие, полноценные куски курицы. Может, я люблю фасоль, поэтому я такой предвзятый. Ну, не знаю. Я прям сейчас ухомячу эту порцию только так. Много курицы, большие куски. Много фасоли. Очень вкусный соус. Фасоль не разваренная в кашу. Все чувствуется. Все такое полноценное. Морковка, лук. Все ощущается. Мне прям очень понравилось. Я ставлю этому блюду 5 баллов. Прям очень вкусно. Я сейчас с удовольствием это съем. Пробуем второе блюдо из этого пакета. Суп гороховый со свининой. Хотя странно получается. У нас в одном приеме пищи есть фасоль и есть горох. То есть, такой бобовый набор. Гороховый суп оказался достаточно густой. Он оказался более густой, чем даже фасоль. Удивительно. Так, свинина. Ищем свинину. Нет, в супе свинина уже совсем мелко порублена. Ну, ее, конечно, можно рассмотреть. Но такие кусочки не такие глобальные, как с курицей. Средней вкусности гороховый суп. Достаточно много мяса. Оно мелко порубленное. Но мясо вкусное, хорошее, как из очень хорошей тушенки. Да ладно, что там, вкусно. Я ставлю гороховому супу 4 балла. 4 балла. Не прям так, чтобы поразил. Но это прям хороший, качественный, без изысков, гороховый суп с мясом. Без ножа даже сложно открыть такую упаковку. Очень запечатан джем. Так, давайте пробовать. Сухари просто нереально твердые. Я сейчас чуть зубы не сломал. Джем вкусный. Джем вкусный. Очень сладкий. Как по мне, даже чересчур. И такое ощущение, что в него добавили мед. Хотя я вот сейчас читаю упаковку. И здесь меда не присутствует. Ладно, беру свои слова обратно. Джем не слишком сладкий. Мне понравился. Я решил его прям доесть. Еще и с галетами. Ну, галеты мы уже пробовали. Но вот эти сухарики. Хлеб просто нереально твердый. Можно зубы сломать. Его, ну не знаю, только размачивать в чем-то. Но этот прием пищи мне понравился больше, чем тот пакет, в котором была гречка. Здесь больше всяких ништяков. Здесь целых два блюда. Он гораздо более сытный. Давайте посмотрим, что будет в третьем. Последний пакет, который у нас остался. Опять ложка. Салфетка одна. Мед. О! Мед я люблю. В такой классной упаковке. Я такой даже не встречал. Блин, если бы у нас такой в магазинах продавали, я бы покупал. Для похода. Опять такой же черный чай. Я чай не буду пробовать. Сейчас не хочу чай пить. Салфетка. Опять четыре галеты рацион. Опять кофе. То есть, боец может два раза попить кофе из этого сухпайка. Так, два сахара. То есть, для чая и для кофе. Слушайте, здесь вот прям полноценный. И чай, и кофе. Чай с медом можно. Вообще обалденно. И сухари. Так, сухари, смотрите какие. Раздробились. Если те, которые были сверхпрочные, были вообще целенькие, то это белые сухарики. И они превратились... Вот здесь вот прям крошек дофига. И они разломались. Опять соль, жевательная резинка и два блюда. Опять два блюда. Наверное, гречка была все-таки завтраком. Я предполагаю, что гречка завтрак. Гороховый суп и фасоль это обед. А вот это, наверное, ужин. Перловая каша со свининой. Перловая каша со свининой. Я не очень в перловку. Но попробую обязательно. Есть отдельное блюдо. Тушеное мясо свинины. Ну, давайте пробовать. Начнем с перловки. Я перловку не очень люблю, я вам честно скажу. Чувствуются овощи, чувствуется лук, чувствуется морковь. То есть это не совсем там такая каша, где вообще не пойми что. Свинина мелкими кусочками. Так же, как в гороховом супе примерно и как в гречке. Перловка мне понравилась меньше всего. Но может это просто мои вкусовые предпочтения. Перловки я ставлю троечку. Глянем, что там за тушеночка. Прям интересно. Нихрена, нихрена себе. Это просто огромный, просто огромный шмат мяса. Вот такое. Это просто шмат мяса. Огромный шмат мяса. Жалко, не хочу уронить его. Давайте попробуем. Хорошая средняя тушенка. Ставлю 3,5 балла. Не сказочная, не прям супер вкусная, не обалденная. Качественная свиная средняя тушенка. Почему 3,5 балла? Потому что немножко странно есть тушенку без ничего. Сюда просится какие-нибудь макарошки. Ну или хотя бы еще что-то. Чтобы не просто точить тушенку. Хотя мясо ничем не испортишь. Можно и так заточить тушенки. Тоже будет хорошо. С сухарями. Но все-таки хочется, чтобы было тогда, наверное, чуть побольше сухарей. Да. Тем более у нас здесь мед. Я думаю, что все-таки вот эти белые сухари, они предусматривались к меду. Всего 4 галетины для банки тушенки. Еще к перловке. Ну что-то маловато. Просто без ничего точить мясо. Ну в общем-то тоже прикольно. Но на любителя. Сухари совсем разломались. Эти хотя бы не такие твердые, как черные. Но, наверное, поэтому они превратились в крошки. Мед даже жалко открывать для дегустации. Я бы такой покупал. Если бы у нас продавался в такой таре мед, я бы, блин, с удовольствием брал бы его в походы. У нас продается немножко другой. Такой в пластиковой. Пластиковые такие коробочки. Но они, мне кажется, чуть менее прикольные, чем такая мягкая упаковка. Мед обычный, без всяких изысков. Обычный, качественный, хороший мед. Ну вот мы все и попробовали, ребят. Это был усиленный сухпайок армии Украины. Не какая-то коммерческая версия. Это действительно боевой паек, который сейчас выдают бойцам. Я так понимаю, что это самая последняя версия. И самый новый сухпай. Мне понравилось. Мне понравилось. Больше всего мне понравилась фасоль. Самая вкусная. Остальные блюда были, ну, может, они не сильно попали в мои вкусовые предпочтения. Я не очень люблю гречку и не очень люблю перловку. Но гречка меня даже смогла удивить и растопить мое сердце. Вся еда создает впечатление домашней еды, домашней кухни. Нет вот этого затхлого какого-то привкуса консервантов, когда все это лежит там десятилетиями. Нет. Здесь все блюда выглядят так, как будто бы их совсем недавно приготовили у вас дома. И это действительно очень вкусная домашняя еда. Удивило немножко, что достаточно мало всяких таких миниатюрных ништяков. Типа обычно кладут паштет какой-нибудь, шпик, побольше шоколада, конфет всяких накидывают, чтобы добавить калорийности. Здесь этого по минимуму. Здесь упор сделан на основные блюда. А вот таких вот мелких ништяков типа меда здесь совсем немного. Удивило, кстати, что нету холодного разводимого напитка. Есть только чай и кофе. Обычно кладут еще что-то типа юпи или в каких-то более навороченных кладут какие-то изотонические разводимые напитки, чтобы их разводить в холодной воде. Ну и в общем какой-то концентрат такой пить. Здесь такого нету, только чай и кофе. Мне понравилась еще их система с разделением на несколько пакетов. Очень хорошо, что все продукты не просто свалены в кучу, чтобы типа выбирай сам, решай сам, что ты будешь есть. Есть какая-то система. Пойцу не нужно задумываться, что бы ему съесть, как бы ему сочетать продукты. Вдруг он сейчас съест слишком много, ему потом не хватит. Здесь все поделено и можно как-то адекватно рассчитать себе один прием пищи. Единственное, что не понравилось, это отсутствие зиплоков на этих пакетах. Но этим грешат очень многие сухпайки. Надеюсь, я никого не обидел и не оскорбил своим обзором. Такой цели у меня точно не было. Было просто интересно посмотреть, чем питаются солдаты. И питаются они очень даже неплохо. Если вам было интересно, поставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропускать новые интересные видосы. Подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке, Инстаграм. Там везде тоже очень интересно. На лайв-канал тоже подписывайтесь. В общем, будьте с нами. А с вами был Владимир Чайкин. Ходите в походы, друзья. И всем мира. Всем пока.